Какие народы проживают в России? На скольких языках говорит наша страна? Ответить на эти и другие вопросы кривического характера решились всего полсотни чулнинцев. Сегодня эти добровольцы приняли участие в большом этнографическом диктанте. Проводился он по всей России, ну а в нашем городе местом очного тестирования стала гимназия номер два. Там же этим утром побывала наша съемочная группа. Список проверочных работ, таких как тотальный или географический диктант, в этом году пополнился. 4 октября жители всей России одновременно смогли оценить свои знания в большом этнографическом диктанте. В Татарстане для его проведения были определены 20 площадок, одна из которых находится в городе Набережной Челны. В Автограде диктант провели на базе гимназии номер два, а желающих проверить свои знания набралось более полусотни. Несмотря на рабочий день, челнинцы нашли время, и за парты сели школьники, студенты, рабочие и пенсионеры. Мы сказали, что проводится этнографический диктант, и мы с радостью пришли сюда принять участие. Это очень хорошо, что проводят такие тесты, чтобы выявить знания, уровень знаний. Это будет очень полезно узнать. Это очень полезно для нашего общества, для каждого гражданина, чтобы он знал свое происхождение, не только свое происхождение, а всю историю народов России, больших или малых. Ответить на вопросы данного теста поможет именно заинтересованность к нашей стране, к нашим народам. Ну, у нас в Доме дружбы народов родников, конечно же, есть такая заинтересованность. Мы работаем с разными национальностями, и, конечно же, какую-то информацию мы уже имеем. Среди участников и Амина Садыкова. Она работник КамАЗа, но очень любит и всегда ждет такие мероприятия, как тотальный диктант. И, конечно, к этнографической проверке не осталось равнодушно. Я не скажу, что кругозор у меня уже такой широкий, но интересуюсь многим. У меня любимые книги «Справочники». Там много что интересного узнаешь. И вот я хотела бы, чтобы и молодежь тоже это интересовалась. Этнографический туризм, чтобы он у нас развивался. Этнографический диктант представлен в виде тестирования, состоящего из 30 вопросов. Они касались как статистических данных, так и традиций, национальных костюмов и даже блюд народов, населяющих Россию. На прохождение теста было отведено 45 минут. Если человек интересуется историей, культурой народов, которые населяют Россию, наверное, несложно. То есть это этнографы, это историки, обществоведы. А вот человек, который может быть достаточно отдаленно знаком с культурой народов, то достаточно, мне кажется, сложно. Диктант начался в 11 часов. В час дня свои знания смогли проверить интернет-пользователи. Но из-за большого наплыва желающих сервер не выдержал нагрузку. Чуть позже ресурс возобновил свою работу. А принять участие в диктанте можно в течение суток. Общие результаты станут известны в День народного единства, 4 ноября. Ксения Шулакова, Дмитрий Кравченко, РЕН-ТВ, Набережные Челны.